На домашней парижской выставке группа Renault показала любопытный концепт Forever Trophy. Самое интересное, что это прямая отсылка к Renault Cutrail, то есть Renault 4. Невероятно удачному массовому бюджетнику, который в силу предельной простоты и надежности оказался еще и неплохой базой для постройки экспедиционного автомобиля. Renault Forever Trophy как раз об этом. Каждое колесо снабжено системой подкачки, на крыше карбоновый багажник с запаской, пятая дверь тоже несет походное снаряжение, дорожный просвет 20 см. Однако вне контекста походной романтики, перед нами черновик будущего аналога того самого Renault 4, который в свое время разошелся тиражом более 8 миллионов штук. Как и идеологический предшественник, Forever Trophy имеет привод только на переднюю ось, которую вращает электромотор мощностью 136 лошадиных сил. Емкость батареи 42 киловатт часа. Обычно подобные величины в случае концептов предельно условны, но здесь французы отрабатывают будущую электрическую платформу CMF BEV, которая наполовину унифицирована с обычной тележкой CMF. А значит, примерно такие же моторы и батареи будут на серийной машине. Предполагается, что готовый Renault 4 будет представлен через два года, а через три начнется производство и, соответственно, продажи. Второй внедорожный концепт можно было ожидать на стенде джипа, но уж точно не под вывеской утилитарного и, можно сказать, дачного бренда Dacia. А тем временем машину они выкатили вызывающую и с не менее вызывающим названием – манифеста. Дверей и стекол у машины нет в принципе, да и обивка сидений выполняет свою функцию на полставки. В остальное время это, представьте себе, спальный мешок. В целом перед нами баги с электродвигателем и бескамерными покрышками, которым не страшны ни гвозди, ни острые камни. Кузовные панели сделаны из переработанного пластика, тем самым прототип демонстрирует свою безопасность для природы, которую с его помощью планируется покорять. Потому что это, разумеется, машина для экстремальных внедорожных путешествий, в которых манифеста никогда участвовать не будет. Это прототип, не предполагающий серийного воплощения. По большому счету такие машины уже существуют. Это мотовездеходы Side by Side, которые выпускают известные японские и американские бренды. И всерьез заходить на их территорию Dacia, конечно, не планирует. Субтитры подогнал «Симон»